На дороге Ханки-Ди-Лачин продолжается акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений, полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Уже третью неделю принимающие участие в мирной акции экоактивисты, представители гражданского общества и НПО, студенты, демонстрируют стойкость, духа и решимость. Продолжается и свободный проезд гражданских автомобилей по дороге Ханки-Ди-Лачин. Съемочная группа телеканала CBC отслеживает ход мирной акции. Узнаем все подробности у нашего коллеги Сулеймана Калимулина. Он выходит на прямую связь со студией. Сулейман, здравствуй. Какие у тебя новости к этому часу с места проведения акции? Добрый день, Лидия. Да, съемочная группа CBC по-прежнему находится на месте событий на отрезке дороги Шушахан-Кенди. Акция продолжается. Активисты продолжают скандировать лозунги с призывом остановить экологический геноцид, защищать природу. В целом настроение у активистов достаточно позитивное. В Шуши сейчас вышло солнце. Хотя погода морозная, всего 4 градуса, но солнце греет, и это не может не радовать, конечно. В целом, напомню, что сегодня уже 17-й день. Пошла третья неделя мирной акции протестов. И активисты отмечают, что акция будет длиться, пока все требования активистов не будут выполнены. В акции принимают участие экоактивисты, волонтеры, представители неправительственных организаций, гражданские лица. Хочу отметить, что за эти три недели здесь прошли три флешмоба, ряд флешмобов. Это еще раз доказывает, что настроение активистов на позитиве. И отмечу, что главной причиной данной акции стало то, что недавно было воспрепятствовано проведение мониторинга на месторождениях полезных ископаемых в Газелбулаге и Тамирли со стороны армянских сепаратистов. Азербайджанские экологи хотели провести мониторинг на месторождениях полезных ископаемых золота и молибдена и меди, но мониторинг так и не состоялся. Именно это стало причиной данной акции. Также экологический геноцид, царивший на территории Карабаха на протяжении оккупации. Напомню, что на протяжении 30 лет армянские сепаратисты незаконно вырубали в Карабахе леса, незаконно эксплуатировали природные месторождения, полезных ископаемых, водоресурсы. И даже после окончания Второй Карабахской войны, в результате которой Азербайджан смог восстановить территориальную целостность, армянские сепаратисты продолжили наносить ущерб природе региона, регулярно сбрасывались химические ядовитые вещества в реку Охчучай, и данная проблема стала не только локальной для Азербайджана, она стала региональной для всего Южного Кавказа, так как природа и экология у региона одна. Хочу также отметить, что на протяжении трех недель армянская сторона традиционно выпускала фейковые новости, якобы о том, что дорога перекрыта, транспорт не может проезжать, но каждый день мы становимся свидетелем обратного. Например, сегодня утром колонна из трех машин Красного Креста проехала из Ханканди, дорога была открыта, каких-либо препятствий для движения не было. И это еще раз доказывает, что армянская сторона намеренно создает провокации, намеренно выпускает новости. На этом у меня пока все. Передаю слово вам, леди. Большое спасибо, Сулейман. Я напомню, что на прямую связь со студией выходил наш коллега Сулейман Калимулин. Продолжение следует...